Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии гости. И гости эти, как бы сказать, настолько сложны в описании, там столько всего, что я прямо им слово и предоставлю. Вот начнем с Ольги. Ольга. Добрый день, меня зовут Ольга Болкунова, я переводчик китайского, руководитель консалтинговой компании China Insiders. А где компания базируется? А базируется в Москве и в Пекине. А тут вы как? А здесь я в гости на свадьбе. На своей или на чужой? На чужой свадьбе. Так, понятно. Должна было быть в Китае, но вот здесь оказалось. Но в Китае вы туда-сюда, туда-сюда, да? Да, да, дочь Китая. Ольга очень скромная, я могу за нее тогда рассказать. Одна из самых интересных китеистов в России, и вроде в России, в Москве хоть не огромное количество, то есть очень большой спец. Расскажите что-то по-китайски? Да, дадададхо. Хаймэйцин байхо генни мэрн юм, хайни шоу хаа, дэн юм, хайни нэм уон дэпокэ. Только-только когда в июле, да, снова собираешься на месяц? Да, в июле. В июле. Основная деятельность моя заключается в том, что мы организуем бизнес-стажировки для наших студентов в Китае. Мы показываем, как работают тех компаний в Китае, как они там запускаются, какие существуют. Наши студенты, это чьи студенты? А, это русские студенты. Студенты из России. Студенты из России, в этом году у нас будет студент из Аргентины, то есть сейчас уже международный проект становится. А вы кроме китайского и русского, еще какие-то языки? И английский. Ну, уже неплохо. В Бостоне сколько там прожила? Да, я магистратуру заканчивала в Бостоне, там три года жила, три или четыре. В Бостоне. Знаете, что в наше время, вот советское, там были такие анекдоты веселые, вот был такой анекдот, в частности, там серия новая в анкетах, и вот там был такой вопрос, были ли за рубежом, если да, то почему вернулись? Вот училась себе в Бостоне, а почему вернулась? Почему вернулась? Так сложились обстоятельства, в какой-то момент не продлили рабочую визу. А, была рабочая виза? Ну, я подавала, как раз, была у пяти после окончания юрестета, потом подавали на H1B и ее не продлили. Но, по прошествию времени, если уж так быть откровен, я очень рада, что сложилось так, как сложилось. Хорошо, так вот нас смотрит какое-то количество людей. Вот у вас что такая за программа, чтобы вот им захотелось? Что вы, можете сказать, что бы им захотелось? Что бы захотелось? Ну да, вот почему люди хотят попасть вот к вам туда, на эту программу? В основном хотят попасть китаисты, или те, кто изучает китайский или международный бизнес, и понимают, что в Китае сейчас зарождается новая силиконовая долина, Покин, Шанхай, Шинджей, новые инновационные центры, где приезжают специалисты со всего мира для прототипирования, запуска своих проектов. В Китае сейчас от всемирной фабрики становится центром для R&D, поэтому многие ученые туда едут, какой-то такой магнит для мозгов сейчас. То есть помимо того, что они там, грубо говоря, крутили ручку на швейной машинке условно? Они придумывать начинают. Так, хорошо. То есть у них как бы денег много, и они инвестируют уже и в развитие, как бы в технологии. А вы как-то затрагивали по случаю или там специально движение Китая в сторону вот там всяких альтернативных энергетических технологий с ветром, там с солнечной энергетикой? Они сейчас очень много денег на это тратят. Да, немножечко будем затрагивать в июле. Наша программа отличается тем, что каждый студент, который едет, он выбирает тему для исследования. И потом мы посещаем компанию, которая связана с тематикой его проекта. То есть в этом году у нас будет девушка, которая интересуется чистой энергетикой, и мы просто обязаны сводить в компанию, которая занимается чистой энергетикой в Китае, посмотреть, как они работают на китайском рынке. В прошлом году у нас ребята занимались маркетингом в Китае, и даже как Тесла выходила на рынок Китая изучали. А вот консалтинг. Офис тут, офис там, да? Народу много? Нет. Хорошо. Офисов много, а работ народу нет. Так, теперь... Ну, народ прилично у тебя. Ты не спишь, мне кажется, в начале. Как это относительно? Да, вопрос. Мы пока выстраиваем процессы, это очень маленькая. Компания... Как в Америке там говорят, какая у вас бизнес-мадуэл, то есть, грубо говоря, бабки откуда? Как раз образовательные... Ну, кто платит, граждане или предприятия, которые посылают? Граждане. Из Кэштермана? Это B2C, да. А что же предприятия? Пока, мне кажется, Россия не до конца повернулась в сторону Китая, и я сейчас базируюсь в Москве, если Дальний Восток, я сама с Дальнего Востока, я понимаю, насколько актуальна. А откуда сама ты? Я выросла в Находке, училась в Владивостоке. Ой, а Находка совсем такое дикое место? Нет, вы что... Правда? Ой, а так, в таком месте? Да, даже Портовый город такой развит, нет. Хорошо, так, хорошо. Ну, по сравнению с Владивостоком? Ну, город просто меньше, инфраструктура, ну, развита, но не настолько, да, это не мегаполис. Как-то очень изолировано от отечества, он там стоит как-то вот так на воде. Находка? Ну, да. Находка всего в двух часах езды от Владивостока. Ну, там а что, поезд ходит? Есть поезд? Конечно, поезда, автобусы. А, ну, то есть можно жить? Конечно. Прям вода красивая, там от дома до моря минут 15 на машине. Ну, море хорошее, доброе? Хорошее, тёплое, доброе. Хорошо, так. Ну, от Китая из-за этого и что Владивостока начала? Вот там интерес просто, там намного ближе, конечно, да, или... Нет, не из-за этого. У меня в семье все инженеры, мама стоматолог, на инженерный факультет я не попала, потому что аллергия на пыль, и я пошла в институт востоковедения на Дальнем Востоке. А инженеры чё, в пыли, что ли? Ну, на стройки, я хотела на промышленное и гражданское строительство поступать. То есть строительный инженер. Строительный, да, да, да. И пришла на вас факт, я говорю, какой самый сложный язык, ну, сказали, китайский, ну, вот. Так я пыталась. А в школе хорошо учились? Хорошо, не отличница, но хорошо. Ну, просто говорите, сложный давай. Да, да, да. То есть, грубо говоря, случайно вас занесло? Да, абсолютно случайно. Никогда не планировал, никто не... Китайцы вам не говорят такое ощущение, что вы прям вот родились в Китае? Ну, китайцы всегда льстят. Даже если вы говорите ни хао, они всегда говорят, что у вас такой хороший китайский. Ну, конечно, хочется больше изучать язык. Девчонки симпатичные там? Ну, я не эксперт в девочках. Ну, как ты не эксперт? А мужики как-то, да? Ну, хорошо. Ладно. Друзья, у нас тут, на самом деле, два гостя. Вы гости откуда знакомы? Да, значит, у нас... Как полное имя? Val, Val Jurdas. Но Val, Val это как? Это Val и Val. Это как Val Kilmer, наверное. Очень редкий здесь. И Val Моргенсон, кстати, очень интересный актер. Хорошо. Ну, просто Val. Вот как Валера, фактически. Такой американский вариант Валерия. Val, по-русски, давно научились? Слушай, я давно учился в университетах. И вот на ответ на разговор я дойду, как мы с Ольгой познакомились. Она очень себя скромно, конечно, вести надо. Какой website найти? Chinainsiders.ru, да? И вы увидите, да, насколько она крута, на самом деле. Это очень... Потому что она у нас здесь тихонько. Ой, жутко тихонько. Что ж такое? Надо себя пичивать страшной силой. Ты что? Ну, Chinainsiders.ru, посмотрите, прям великолепную работу делает. Это очень важно для международных таких. Потому что, мне кажется, экономика и будущее, и это все-таки вот эти связи, нет разрухой связей, все эти связи. И что она делает, мы стараемся тоже делать с Кремниевой. Это, ну, великолепная работа. Есть много опасений таких вот в Отечестве, что China сожрет Россию. Сибирь сожрет, Дальний Восток сожрет, что в России нет никаких практических ресурсов. Там населения почти нет в Сибири и Дальнем Востоке. Там, сколько там, 16 миллионов там с Уралом. А вот Китай, он вот такой весь, он еще и агрессивный, и жестокий, и вот возьмет и сожрет. Знаете, у меня нет таких опасений, но, мне кажется, нужно очень с головой относиться к партнерству с Китаем. Стратегически думать, надолго думать. Конечно, есть опасения, что будут переноситься какие-то вредные производства, да, если инвестиции китайскими, говорим, привлекать, то куда, на какие проекты. Тут нужно обдумывать в долгосрочной перспективе, как это отразится на экологии, на жителях. С другой стороны, ну, вот у меня очень положительный опыт сотрудничества с китайскими корпорациями, китайскими компаниями. Я не вижу того, что они хотят поглотить, обидеть, как-то населить. Ну, вот говорят, что они берут там в аренду земли на Дальнем Востоке, а потом от этой земли там через 5 лет ничего не останется, один пепел. Вот так они ее эксплуатируют жестко, да. Ну, должно же быть регулирование на уровне законов. Должно. Не, ну, а как регулировать на уровне законов, когда все взятки берут? Ну, тогда это вопрос-то не китайцам. Нет, нет. Китайцы ищут дырки в нашем законе, и как предприниматели их используют. Понятно, понятно. Хорошо, значит, мы возвращаемся к ВАЛ. Давайте так, издалека, значит, вот вы чем занимались? Давайте я, да, расскажи, я здесь родился, вырос, в Купертино, кстати. Как ни странно, да, недалеко отсюда, минут 15, наверное, да? И в Санта-Крузии, вот тоже почти соседи. И какая история? Я первый вышнее в Южной Калифорнии получил, потом вернулся сюда, после первого, и надо работу было найти. И это было... Ну, первое высшее было по какой профессии? Экономика. И в такой элитной, очень интересной университете, East L.A., Claremont Colleges, по-моему, как называется, да, там удивительные какие-то предприниматели. Частные. Да, да, и в том числе там русские профессора было очень интересно, такие старые гвардии, такой белогвардейцы какие-то, которые приехали. И научили меня там очень интересными, такими длинными, красивыми, такими традиционными, теплыми словами, длинные фразы какие-то. По-русски? Прямо по-русски. А, то есть русский, да, русский? Это русский профессора, да, я там изучал в том числе. Ну, просто полюбил и интересно было с точки зрения, ну, с многих, с многих точки зрения. Потом сюда вернулся и в Купертин у меня надо было работу найти. Я просто пошел пешком, пять порталов, там было Apple, да, в том числе не очень гламурно был. Стив Джобза уволили и Джан Сколли сидел, да, то есть он... Продавец вот этой Coca-Cola, Pepsi, продавал и не очень рубил в компьютерах, но круто очень, man-managerable, да, super-manager. И мне очень повезло, я работал с первой PDA, Newton, это где они познавали... Да, я помню. Да-да, познавали Handwriting Recognition Technology, который, кстати... Из России они все-таки... Вот, да, легенда, такая великолепная история, что CD-ROM подбросили там, ну, прямо к двери, звонок и убежали. И VP of sales, или engineering, кажется, открывает, смотрит CD-ROM в те времена, что CD-ROM его вставляет и увидел вот этот код для Handwriting. Ну, я эту часть я не знал. Да-да-да, великолепная история. Я знал, чтобы написал там, где в России, даже известно кем. Да, да-да-да. Вот, и этот проект, конечно, он чуть-чуть рам был, там стайлс был, чем надо писать, он был связан с... Про карандашик. Да, такой карандаш, xpda. Дороговато было, и не совсем поняли люди, что делать. Ну, интересно, прикольно, что... А так он погиб проект в итоге? Погиб проект, он на полку положился. А вот Инна мне говорила... Инна Ефимчик нас познакомила. Инна говорила, что как-то вот вы оригинально устраивались на работу в Apple. Да, я пошел просто пешком, сказал, что там, есть работа. И не очень глобурно было Apple в те времена. Стива не было, меня устроили. Я был именно в этой команде. То есть, в отдел кадра пришел? Да, 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 сказал вперед. Ну, и хорошо учился там, тоже куча хороших рекомендаций. И я проработал где-то полтора года-два на этом проекте. Потом пошел Lockheed Martin Missiles in Space, где мы помогали software spin-offs. Там огромное количество интеллектуальных property было. И мы строили вот эти software spin-offs. Потом пошел Stanford закончил магистратуру. Потом еще... То какой специалист? Похожий, да. И потом я продолжил кандидат наук в Кембридже. Ну, там больше я гулял, там стипендии. Был еще молодой как-то. Ну, там интересно было. Там Дарвин. Дарвин жил прямо в свое время подо мной. Вот в это же здание. Было потрясающе. После Калифорнии у нас здесь древняя история. Это 60 лет. То есть, Дарвин в Америке жил? Нет, нет, нет. Это в Кембридже. Это в Англии. А, в Англии. Это не в нашем, а в настоящем Кембридже. Прямо в настоящем Кембридже, да. А, я-то думал, у нас тут вот в Массачусетсе. Да, да, да. Нет, ну, мы в шоке здесь. Это такая история. Да. Да. У нас же слой Кембридж. Я просто не сразу понял. Нет, у нас это Ньютон прямо сидел, да. Это яблочки по голову. Вот. И в итоге, что произошло, я здесь вернулся, там, стартапы делал. Все делали, преподавал некоторое время и в Standard, в Singularity, куча всяких вещах. И в школах. Очень тоже любил. И потом в 2005-м предложили мне работу в России, в Москве. Offer you can't refuse, как говорят. А у меня романтика такая была в России всегда. Машину дали, какой-то цвет, ну, синий Jaguar, там, 007, бывший брокер. Я встроил следственные группы для private equity, для, ну, почти инвестиционные банкиры, такие группы. И, ну, квартиру по центру Москвы, все дела. И было куча приключений. Интересно, американец, там, в это время в Москве. То есть у нас двухсторонние. Можно переезжать, да? Double lines. Double lines. А там, конечно, это, ну, права можно отнять. А я-то не знал, я в галстучке, калифорийские права. Я даже не знал, что договариваться. О, что гаишник сразу меня остановил и сказал, ё-ла-ла-ла-ла, вытаскивает калифорийские права. Улыбаясь, скажу, hello, sir. Здесь просто, ну... А там, ну, короче, я, мне кажется, оплатил вторую квартиру в центре Москвы этим гаишником. Потом... Потом сколковцы, к удивлению, меня нашли. Это было очень раннее, Сколково. И, я не знаю, стоит на съемке рассказы. Ну, это, наверное, всем известно. У меня шеф одно милое время... У меня, наверное, очень точечный проект. Это сравнение... Подход, когда государство строит экосистемы инновационные по всему миру. И очень хороший отчет построили там. Ну, показали, что это не работает, короче. Да, в Германии в 70-е. То есть, отрицательный IRR был страшен. То есть, никто это не успел. И, ну, русские тоже вряд ли. Не рекомендовали, да? Я не рекомендовал. Ну, естественно, они меня не слушали. Я отчет там сдал. Все, до свидания. Босс исчез одно время. И не появляется. Мы звоним. Начальник. Да, начальник. Слава, ты где? Он в Сингапуре. Он говорит, я не могу вернуться. Прокурор меня ищет. Понимаете, мое воспоминание о Сколково было таким, что они раскрутили Алексей Берга, тамошнего олигарха. И, собственно, на его деньги это все и происходило. Ну, слушай, у меня очень хороший, на самом деле, это так смешной анекдот. Может быть, злой немного. Очень много хорошего, я считаю, доброго сделали. Все-таки много пыли подняли. То есть, после Сколково как-то люди задумались о инновации, о предпринимательстве. Много, конечно. Но это в каждом государстве. Это начиная, ну, в том числе и в американском пиле от страшной силы. Но у нас это, может быть, в России особый талант. Ну, ладно, это пусть так. Но мне кажется, в итоге они много перепробовали. В итоге они дошли до модели, где инвестор, лид инвестор должен быть из рынка. То есть, тот человек, который кожей отвечает за инвестиции, а не ГОС. ГОС не должен лидировать инвестиции. Это всегда тяжело. Но если ГОС лидирует, то гораздо проще распилить. Совершенно верно. Частные деньги пилить, это же как… Ну, сложнее, да. Да, но что же это? То есть, они вот на эту модель в итоге пошли, и все намного лучше стало, я считаю. Там все равно, ну, большая организация, там свои какие-то всегда задачи. Но то, что они перешли… Вот, что… Market leads to investments. That's fantastic. Сейчас они пробуют инвестиционный фон. Вот такой подход попробовать. И там великолепные люди там… А чего бы не попробовать? Вот, как, например, в США, например. Что создавать 10 лет что-то, что бы, на самом деле, вот, может быть, просто позаимствовать где-то? А вот не получается. А где в мире, кроме климата, это получилось? Да, нигде. Не, ну, здесь тоже, кстати, ГОС построил в итоге. Ну, в смысле финансирование шло с военных программ. Совершенно верно. Да, да. Ну, так же здесь и началось. Они отошли. Вот здесь, может быть, такой момент. Хоть все равно финансируют через госпрограмму здесь университета особо. Здесь пару, мне кажется, очень интересных фишек придумали, которые, мне кажется, в Израиле тоже очень хорошо. Они тоже примени, например, Фрэнк Термен, ректор. Один из первых таких важных в Станфорде, который сразу против Второй мировой, он возглавлял электронный порфор, вы знаете историю. Да. Он обязывал всех профессоров брать leave of absence, брать отпуск, sabbatical, от работы, чтобы возглавлять и работать в индустрии. И потом обратно возвращаться. То есть он дал им вот такую гибкость. Такая почти физтеховская модель. Совершенно верно, да. И мне кажется, вот это очень сильно повлияло. Capital gains taxes, когда налог поменяли на venture. Но тут еще ведь, вот я недавно читал, в связи с тем, что Трамп хочет сократить финансирование разных госдепартаментов, министерств. И в частности вот эта программа с fossil fuels. С 1975 года на государственные деньги разрабатывались технологии вот с этой вот Shell Oil и Shell Gas, которые сегодня они бесплатно отдают всем, кто хочет. Но если бы они 20 лет не вкладывали в это деньги, ничего бы не было. Да, да, совершенно верно. И то есть как бы вопрос не в том, что государственное финансирование плохо, а в том, что ну как-то построен процесс должен быть. Хороший, правда? Чтобы не распилили же, а все-таки довели там до чего-то. Да, великолепный тоже пример. И всегда GPS, да, вот система, которая в каждом из наших телефонах находится. Это же тоже госпрограмма была. И тоже на военную. Совершенно верно. Они искали советские подводные лодки, да. То есть поэтому было построено спутники, да. И в итоге во время Регина он open source, он сказал, вот это GPS-программа открываем, open source, вперед. В свое время, я вот недавно ребятам рассказывал, тут есть такой праздник, в СССР был и сейчас может быть тоже как-то такой профессиональный праздник, день радио. И этот день радио, и вот российские ученые там, он был офицером военно-морского флота, Попов такой, вот он придумал радио. Потом уже так, уже когда Советский Союз развалился, так как-то говорят, ну вообще там еще вот Маркони тоже, говорят, независимо, они независимы друг от друга, но вот Маркони, но поскольку тот был военным, и все это было закрыто, никто никогда не узнал, что есть какое-то радио от Попова, а узнали от Маркони. Я не знаю, на какие деньги он там это разрабатывал и кто это финансировал. В данном случае мы видим, как государственная программа с Поповым, да, она так и в архивах там и умерла, и никто никогда не узнал, если только праздник вот не сделали. А, наверное, тоже какие-то были деньги университетские, военные, еще какие-то, вот там где Маркони работал, да, и весь мир рванул так, что через 20 лет уже вообще узнать нельзя было человечество. Да, но это на каждом повороте, но это другой задача будет. Да, но деньги, государственные деньги, если их разумно тратить. Смотри, что сейчас в Китае творится с государственными деньгами, которые они сейчас кладут в электрические, солнечные батареи и так далее, это же колоссальное государственное финансирование. Опять, если не распилят, не разворуют, не пропьют и так далее, может быть тоже что-то изменит лицо страны. Конечно, должно, и к чему мы в итоге пришли, мы начали первые, ну, помогли начинать первые seed investment groups, то есть early stage investment groups, как Foresight Ventures. Начали деньги? Это были личные LLP деньги, и это правильное решение было, здесь гос не должен особенно вмешиваться, то есть это классический, это по Кремниевой долине, по модели здешней, начали строиться венчур индустрии, да, в это время строилась алмаз, мы конкурировали с алмазом, для сделки, GELASTIC один из них, потом RUNA с Билосом началась, и вот эта группа вот таких первых лидеров по венчуру началась, и очень было приятно как-то чуть-чуть хоть маленькое участие принять, вот в это движение мы в основе работали как advisory partners, то есть не как general partners, которые должны свои деньги вкладывать, и в свои шкуры отвечать, потому что мы все-таки не совсем понимали, чьи эти деньги в итоге-то были, и в каких-то инстанциях были правы, да, то есть это какие-то corporate trader или что-то такое, который в итоге этот фон недолго, но опыт он очень интересный был, на самом деле. Мы уходим назад, мы возвращаемся в 2005 год, значит, приехал в Россию, работал в одном месте, оплатил там квартиру в центре, потом... Вечером помогли, и что в итоге мы сделали, это возвращаемся к теме Попова, Маркони, и вот действительно великолепных ученых, которые хвост чувств все-таки еще остался чуть-чуть, и очень интересное, на самом деле, новое поколение предпринимателей, которые сейчас возрастают в России, и мы решили там две вещи попробовать сделать, три, на самом деле, первые, и где я и Оля встретился, она была такая огромная честь для нас была, наверное, может быть, меньше для нее, но она огромная, что мы открыли маленький coworking резиденции, на самом деле, мы ее называем инновационной экосистемой, прямо в центре Пушкинской площади, называется Yellow Door. А где что? Страстной 12, Yellow Door, да, ну, на Фейсбуке найдете, там очень... А я в Москве еще там... Да, Страстной, это прямо между Малой Димитровки и Петровки, да, с внутренней стороны, между Крамелевым. Вот, вход через двор, в желтую дверь, добро пожаловать, дом 17, заходите, будем очень рады, кофе вкуснейший. Я тогда на Google Maps там, может быть, зайду. Обязательно, обязательно, заходите. И там, на самом деле, что мы старались, решили попробовать, это маленький такой другой эксперимент, то есть не ГОСовский, только большой, мы ничего против не имеем, мы только с ними дружим, партнерами, но мы маленькие, они там большие. Мы решили bottom-up только попробовать построить. То есть это без копейки ГОСов, без нашего, без российского, без любого, на свои какие-то гроши. Место такое очень интересное, очень такое уютное, душевное найти. И мы разделили ее на две части. Для резидентов, для кворкеров, это, в принципе, наши такие портфельные компании, которые мы, из того, что мы работаем с очень ранним этапом компанией, самые лучшие due diligence, это не какие-то отчеты или там экспорты, это реально просто с ними пахать. Но резиденты, в смысле бизнес-резиденты, не то, что они там ночуют. А не ночуют, хоть бывает. Душу, все там тоже устроили. На самом деле, да, совершенно верно, они там приходят, работают. Это маленькие группы, это один, два, три человека. У нас пару групп вырастило в итоге до дюжины, кое-когда чуть больше. И они уже тогда, they graduate, то есть они завершают свою работу и находят нормальный офис. Ну еще офис, а деньги? Деньги они поднимают, мы им помогаем поднимать, мы за очень-очень. То есть есть откуда поднять? Конечно, конечно. И в том числе, к этому, что мы решили еще сделать тогда, это следующий этап, это сделать такой интенсив, мы ее называем. Акселератор, инкубатор, это может слишком громкие вещи, мы ее называем Insider Silicon Valley интенсив. Вот ее подключили, вот как-то так, это пять недель. То есть вы их сюда привозите? Мы, на самом деле, привозить их сразу сюда бессмысленно, потому что мы где-то качаясь, вы много об этом тоже рассказывали, я думаю, здесь пока сориентироваешься, здесь дорого жить и все дела, лучше там все подготовить. И мы великолепную программу делаем, это нескромно, мне кажется, говорю, они согласятся. Где-то уже 40 стартапов провели с огромным успехом, на самом деле, они подняли инвестиции здесь, попали в хорошие очень инцелераторы, конечно, Y Combinator 500, мы изнутри здесь тоже там работаем, то есть понимаем, куда их везти, что им требуется здесь. И мы, на самом деле, сперва их на месте готовим, то есть пять недель у нас вот эта инвестиция. Но ваша функция, скажем так, бизнес-модель, вы как charity какой-то, благотворительность, или у вас equity от их будущего бизнеса есть? Совершенно верно, да, мы и то, и другое, и третье. В итоге это похоже на charity пока, потому что это ранний этап, пока на equity это очень долго. То есть вы как бы свои свои продажи? Совершенно верно, да. Свой-свой sweat equity можно в первом начале, ну и допингуем, какое-то деньги вкладываем, все дела. Но на самом деле наша идея, и пока она вроде чувствуется правильно, и также работают и 500, и YC, в том числе, ну, хоть они чуть попозже, они upstream или downstream от нас. Чтобы правильно инвестировать, правильно помочь и чтобы правильно инвестировать, надо все-таки с ними поработать, потрудиться некоторыми. Это огромное доверие нам, и мы им больше доверяем. Очень важно, чтобы отношения были правильно выстроены. Совершенно верно, да, это такие человеческие отношения. То есть пока, дай Бог, слабо у нас все получается. Четвертый бетч у нас уже в июле будет, 11 июля до... 10 июля до 11 августа, и пятый у нас уже будет в ноябре-декабре. То есть мы раз в квартал. Смотрите, что получается. Давайте так, я со стороны смотрю. Значит, итак, есть люди. Люди, ну, хотят, стараются, делают, креатив там, все дела. Чего-то такое поднимается. Дальше, видите, приподнялись, двигаем в силиконовую долину, там у вас будет headquarter, там вы в делавэр станете делавэр корпорации, здесь там у вас будут инвесторы, там у вас будут все дела, там вот сейчас виза та или виза другая, там как-то вопрос решается этот самый. И вы фактически, как бы с точки зрения тех, которые там живут, вы фактически их как бы перебрасываете. Причем понятно, что они там не смогут. То есть если они начнут там это делать, условия ведения бизнеса таковы, что ты не уверен ни в чем. То есть те гарантии, которые они имеют здесь, того, что это их бизнес, того, что это их деньги, того, что у них не отнимут, не прибьют и так далее, это все понятно. Но в итоге получается, что как бы вот, что-то такой есть какой-то процесс. Он говорит, пошел-пошел, а вот ищите вот сюда. Ну, чуть провокационный вопрос. У вас такое правило, Михаил. Я говорю вот о чем правильно. Вы с политикой очень-очень осторожны. Мы не обвалите. Мы не обвалите. Мы об условиях ведения бизнеса. Вы вас в этом не обвиняют? Конечно. Я очень конкретный. Мы очень осторожны. Совсем не обвиняют. Я объясню почему. У нас очень конкретные примеры, где, особенно у… Это может быть не хвост такой, это чуть другая система. Но молодые предприниматели, 20-30 лет, они на самом деле становятся в каком-то виде люди мира. Они глобальные. И границы как-то, как-то растираются. И на самом деле сейчас великолепное время. Именно для работы между Россией и других стран. Лучше в каких-то смыслах, я объясню каких, редко было. Что происходит обыкновенно? Это там подготовка в какой-то виде. И хорошая история бывает глобальная. Недостаточно их пока. Мы считаем, в России надо больше успехов строить. Надо больше успехов. Пару еще несколько успехов гуглов. Может быть там вряд ли будут. Но успешные истории должны быть. Они уже происходят. И что происходит? Они там действительно формируются. Готовятся. Здесь может быть приезжают. Но может быть не совсем. Да, делаберская компания здесь нужна для местных инвесторов. Ну, к сожалению, вот это дело. Нормально. И здесь нормально. Можно деньги поднять. Здесь нормально. В первую очередь надо продавать. Надо тракшин делать. Ну, разработка все-таки в России. Костяк в каком-то виде в России. Это очень приятно. Вы здесь знаете лучше, чем мы. Конечно. Лучше, чем мы. Сколько здесь инженеры стоят. То есть, по-любому. Это в каком-то виде даже наоборот движение. То есть, деньги американские, доллары мы привозим в Россию. Да, это есть. Это экономика. Страшные силы. Я согласен. А предприятели, они тут сюда каждый месяц. Как и мы. Один месяц здесь, один месяц там. Разработать команды. Здесь поработать с продажей, с клиентами. Очень интересно. Насчет времени. Такое, что как бы никогда лучше времени такого не было. Я, с одной стороны, согласен. С другой стороны, у меня есть объяснение для этого. Значит, независимо от как бы совсем большого начальника, государства, которое что-то там делает. Если мы смотрим на бизнес, то вот за те 25-6-7 лет, которые произошли с развала СССР, деньги из абсолютно криминальных через существенно криминальные и, скажем, достаточно криминальные сейчас, все-таки, все-таки, появились какие-то деньги, которые уже думают не о том, как еще что-то именно украсть, а думают, может быть, и заработать можно. Совершенно верно. В последнее время стали появляться вот такие деньги. Еще десять лет назад, например, я наблюдал, была такая мода. Вот ты предприниматель, ты такой состоятельный, ну, ты должен войти там куда-то в клад. Ну, это как вот, ну, понты такие, да, у тебя понты. Ты сколько вложил в IT там? А я вот столько. Вот. Сейчас они, это неосвоенная территория для них, они еще не сделали миллиардов, даже там миллионов особых не сделали, но что-то их тянет туда, да? И вроде и деньги есть. И вот за счет того, что появились деньги, которые не на то, чтобы еще больше украсть, а на то, может быть, что-то как-то отойти, вот украсть и еще что-то сделать, вот такого хорошего времени еще не было. Ну, к этому и дело. Я не знаю, по origination of the money мы как-то туда особо не успеваем. Ну, в широком смысле. В широком смысле. А вот в узком смысле вы совершенно правы. Это такое деликатное время. У нас экосистема вот эта инновационность только-только начинается, только развивается. Бывают и шаги назад. Например, если какой-то фонд, может быть, Алмаз, может кто-то огромные деньги поднимает фонд, а не возвращает эти деньги обратно. И это тяжело. Тем более, если им надо чисто инвестировать в российские компании, здесь просто их недостаточно в стартапах. Надо их построить сперва. Надо вот эту воронку построить, вот эту почву построить. Сколково старается. IIDF, то есть Freep старается. Очень много таких игроков. Но к чему вы очень правильно ведете, что вот этот первый такой взнос, ладно, давай понты кинем, сколько там миллиардов или миллион туда закинул. Ну, конечно, это шальные какие-то деньги. Я не так же и шально. Я очень много таких инвестировал. Хороший один предмет. Они копейки от Группона решили в Россию сделать. Два предпринимателя, не знаю, 22-23 года. Сказали, мы будем Группон строить. И кому-то инвестор нашли, он сказал, я за, давайте. И вот под таком методом он им дал 10 миллионов долларов. 10 миллионов. В Москве два предпринимателя. Чистая идея. Даже салфетки не бету. Они, конечно, с удовольствием взяли здесь миллионов. Великолепно. Год провели. Бахама. Сигары. Чего только не было. Вернулись через год. Это, может, сказали. Слушай, ну и что? Где продукты? Сказали, а нам надо еще 10. Он, конечно, за Голл взялся. Ну, сам дурак. Не тем деньги. Конечно. На самом деле он мог бы создать много чего за 10 миллионов. Конечно. 10 миллионов – это огромный-огромный поток. Короче, сам напросился, да. А еще бы аутсорс, а твариков там дешевле. Вот, 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 да. То есть к чему сейчас мы переходим, и это очень правильно, я думаю, мы тоже это чувствуем, что люди понимают, что это следующая нефть. Нефть, она не бесконечная. Ну, может, в России бесконечная, но мир, ну, сейчас Тесла, солнечные батареи, китайцы, все дела, да. Это новая нефть. Это все-таки настоящий national resource. То есть природный ресурс – это все-таки мозги человеческие, которые у нас не плохие. У меня очень много, очень много. Но надо туда аккуратно инвестировать. Вот, вот, грамотно инвестировать. Все-таки, насчет мозгов давайте. У меня очень много молодых ребят на канале. Очень много. Очень много студентов. Они слезами горючими плачут. Причем, ну, просто все я. Может быть, есть какое-то очень небольшое исключение, но просто они плачут. Что? В университетах студенты не учатся. Что, начиная от того, что им проставляют за взятки, кончая тем, что им проставляют, я не знаю, за что еще. Они там находятся, потому что родители от них требуют, чтобы было образование. Потому что без образования, как бы, считается, что никуда. А преподаватели ничему не учат это. В общем, короче, полный разнос, полное уничтожение системы образования. С другой стороны, мы были сыном четыре года назад. Мы были в Киеве на стартап-неделе, как это называется. Айфорум, да. Айфорум. Мы там выступали. Великолепное выступление. И вот мы там были четыре года назад. И я там видел, ну сколько их там, тысяч пять, наверное, семь народу собиралось. В этом году десять тысяч собралось. Ну, тогда было пять-семь тысяч. Да-да-да. Потрясающие лица молодые. Великолепные, да. Абсолютно. Но все-таки. Но откуда... Все-таки система образования должна как-то... Откуда люди берутся? Они же не доучиться. Да. Они могут... И они вопреки системе, что ли, такие? Да. Я не знаю. Здесь, что вы говорите, тоже правда. И это мы, к сожалению, Россию очень любим. Прямо сильно до слез. И очень боимся вот этот феномен, где действительно вот эта система великолепного обучения. Особенно в математического, да, такого ученого. Тоже страдает? Страдает рухнуло, может быть, не дай бог. Но есть такое чувство, все-таки, относительно здесь, например, в Кремниевой долине, хоть сейчас тяжело бывает с Россией, с политикой. Здесь царапнуть, как бы хорошо. Вы сами, я думаю, это вам благодаря. Царапнуть здесь любой большой группы здесь. Самый лучший инженеральный, это наши. Великолепные прозвания где-то получили все-таки в России, в бывшем СНГ. И здесь работают. Просто ура. Но проблема наша, кажется, что любой, Apple, Google, Yahoo, все, это наши ребята. Они там прямо самолетами оттуда. Их вытаскивают сюда, чтобы здесь работать. Здесь их на руках носят. Там нормальное платье, все дела. Все-таки образование там получили. Но другой вопрос с другой стороны. Если здесь царапнуть любой большой венджер-группу, Kleiner, Greylock, Sequoia, Cosla, любой. Есть один бы русский дженеральный партнер, ведь их нету. Ни одного. Китайцев, индусов дофига. Прямо море. И к чему ведет, они спрашивают. Клайна, например. Это при нас было. И в Даннеон, и в Sequoia. Мы тоже с ними сотрудничаем. Наши стартапы. Они поднимали деньги. Очень стартапом такое приводим. Они спрашивали, спросили в свое время, кто готов в Китае офис открыть. Китайцы подняли руку и сказали, я готов. Все я оттуда. Год проведу, все вам налажу. В России некому. Вот эта традиция все-таки науки и некоммерциализация, о которой мы говорили, она все-таки существует. Один был Илья Фушман, он обратно вернулся в боксер. Он один просидел некоторое время в GP рамках. Из бокса. Да, но я обратно вернулся. Но вот сейчас до сих пор ни одного GP, то есть дженеральный партнер, крупных венчинговых фондов из наших. И вот мы очень надеемся, что это произойдет. Это очень важно. Потому что своих надо тоже, ну что ж такое, продвигать. Своих венчуров здесь много. Но они пока, и многие российские такие венчуры, ну в кавычках, просто это крупные ангелы, лекарки, хотели бы в этот поток входить. Мы тоже им помогаем. А в чем, в чем они не входят? А вот они не здесь. Да, вот они не местные. Вот эта акклементация нелегкая. Мы здесь местные, мы родились здесь. Мы в этой тусине много, много работы. Мы кое-когда им помогаем. Скажем, ладно, ребята, давайте мы вам дилфу построим. Мы в АССиндикат построим с этими же клайнерами, с костными, с всеми. И это происходит. Великолепные портфолио мы им помогаем строить. И они учатся, и получше это делается. Но здесь вот, ну вы замечаете, это все-таки другая некоторая культура. Вот этих понтов, которые вот в России, может быть, может закинуться. Особенно в Москве прямо крупно. Здесь вот не принимается. Вот не принимается. Вот такой подход к близнецам. Здесь чуть другой. По университетам, конечно, мы очень беспокоимся. Мы видим, что там есть хвост. Из моих соблюдений. Из моих соблюдений. Вот люди, скажем, вот они приходят делать бизнес. Я очень много вижу разных людей. Вот у них как бы изначально, они говорят, вот значит, делаем тут партнеры. Это можно потом выкинуть, не вопрос. То есть мысль о том, что партнер это тот, кого можно выкинуть. Ну и как же вот пишется соглашение там партнерское, там же все это. Они даже не понимают, что это придется соблюдать. То есть вот здесь так не получится. То есть они настолько привыкли, что партнера можно кинуть, выкинуть, забрать его долю, поделить и так далее. Это тоже интересно. Как бы, может быть, молодежь должна прийти, я не знаю, которая еще не испорчена вот этим. Она приходит. И у нас в великолепном успехе. Одна группа попала в FIFROIT. Нет, подняла 2,2 миллиона. Они там другие. 500 чего? 500 Startups есть один из лучших акселераторов. Сейчас только что у нас из нашего тоже акселератора в Y Combinator провели интервью. В этот бэтч, не слишком поздно, может быть, дай Бог, в следующий. Сейчас очередная группа с 500 интервью провела. Это там, где моя могилка в Y Combinator? Она в Y Combinator была, в Y Combinator. Наших было, но немного. Тут где-то через класс 1 уже лучше становится. До нас где-то 10 лет назад вообще никого не было. А сейчас уже вот наши появляются. Это круто. И вот эта заслуга, естественно, вот этого поколения. Чуть помоложе, может быть, меньше испорченное, более открытое. Хоть я очень верю в стариков. Вот все-таки ела пала, там все-таки что-то есть. Но вот задачи не было коммертилизации. Вот мозги… А здесь надо великолепно… Здесь технология намного shallow, она более поверхностная. Но вот этот навык, как продуктизировать, как коммертилизировать, как вот это делать, как упаковывать. Вот эффективность, переговор. Когда мы жили в СССР, в советское время, вот это вот доведение идеи до реализации, это было унизительно. Это неприлично. Приличный человек, у него идея. Вот. И какая-то шушера там… А где внедрение? Ну что вы, такая идея хорошая. Штики какие-то, да? Да. И я помню, вот в некоторой среде такой общался, и там такие ученые люди. И вот там говорят, а как там вот это? Ну, физик, ну, прикладник. Да. Ну, то есть не сложилось. Прикладное. Да, был бы теоретик, сочувствие. Да, да. Ну, бывшим советским, я думаю, можно было себе позволить. То есть задачи не было вот доводить. А вот сейчас, вот в этот слой, вот, может быть, Оля согласится, вот что мы стараемся дополнить, и я думаю, что ты тоже во время Китая, это все-таки вот это огромный, великолепный идея, которой, ну, до сих пор немало. И они еще на полке и пыль так немало, да, накачивают. Все-таки мы стараемся вот в нашем вот интенсивах, в нашем coworking, в нашем вот такой маленькой-маленькой, такой небольшой, но маленькой такой слой. Вот, а как это на мировом рынке? Как это все-таки довести вот в прикладном? Послушайте, я вот об прикладном. У меня, ну, если не каждый день, то, скажем, пару раз в неделю, я получаю сообщение, там, вот люди с какими-то идеями, они хотят инвесторов, они хотят понять, как что, как чего. Вот у вас есть какой-то ресурс, куда можно было это направить? А вот идите вот в эту желтую дверь. Конечно, мы именно поэтому построим. Так адрес какой? Конечно, ну, www.yellowdoor.ru, наша группа. Yellow Door. Yellow Door. А, .ru. Это в Москве, а здесь у нас Innovate Global Advisory называется. Innovate Global Advisory. Advisory, да. Advisory Labs, это i8glv.com. Ну, мы все это вышли, мне может быть ссылка, пожалуйста. Ну, именно вот три вещи, вот элементарные. Первая и самая сложная, как бы странная, это упаковка. Как вот идею, великолепную, наверное, вот как ее упаковать, чтобы 500, чтобы Y Combinator, вот как-то звучит. И, как вы сами понимаете, это не легкая задача. На самом деле, это, может быть, прикладное какое-то, но это талант. Но это, его можно научиться. Вот мы, в первую очередь, этим занимаемся, помогаем. Вот инвентиве. Второй, для местного рынка надо traction. Надо, чтобы какие-то пилотные продажи какие-то были. Какой-то интерес. Пилотные? Да, пилотные. Правильно я говорю? Пилотные. Ну, тестовые такие. Какой-то клиент появился, у кого есть эта проблема, и готов даже, может быть, за ней деньги платить. Вот это супер, да? Одну, две. Три. Великолепно, да? Хоть LOI, хоть письмо-намерение, да? И только тогда можно инвестиции поднимать, и мы помогаем поднимать. И мы когда-то и вступаем в эти синдикаты, которые мы формируем сами, как инвесторы. А в России когда-то, ну и везде, не только в России, давайте в Кремову приедем, здесь мешками прямо нас ждут, да? Инвестиционные деньги. А на самом деле вот это, это последний этап вот этих первых, вот очень важных вещей, и для них это, ну это ваша и наша работа. Это нелегкая работа. Давайте я тогда вот что сделаю. Значит, Оленька, так, с Валом понятно, он тут локальный, мы тут… Еще догоним друг друга. А вы чего, вот на свадьбу и все? Да, потом в Бостон, и в Москву, и потом в Пекин. А когда в следующий раз? Мы работаем активно, чтобы ее сюда тоже, почаще. Ну, в последний раз я здесь была 3 года, сейчас сидительница в Китае, поэтому… Не знаю. А вы там, семья, дети там, в Китае там, чтобы… Ну, то есть вы можете легко сюда. Да, 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 я в Global City заход. Ой! Ну, так что же мы так это сделаем до Китая, через океан и все? Так, хорошо. Давайте вот… Я просто думаю вот о чем. Я думаю о сухом остатке и как бы об упаковке. Вот все-таки, как мы упакуем молю, чтобы вот принести максимальную, так сказать, пользу для тех, кто нас смотрит. So, InsidersRussia.ru – великолепная, великолепная группа. И Оля, да. На самом деле я очень много работаю со студентами, как раз за то, что мы говорим про прикладные навыки, как реализовывать себя в Корее и в Азии. Особенно, как выбирать эти навыки. Вот по этим вопросам точно ко мне можно обращаться, потому что мы помогаем нашим ребятам встречаться с менеджерами компаний. Они рассказывают, как они работают в Китае, чего им не хватало, как иностранные менеджеры, это китайские менеджеры. Как работает их бизнес, какие компетенции нужны. Потому что наши ребята, любые ребята, которые едут сейчас в Китай, они будут китайцам соревноваться, которые получили образование здесь, вернулись и там работать. А много таких? Конечно. То есть не то, что они приехали и остались? Нет. Есть. Есть. Их обратно забирают и на хорошие позиции, хорошие зарплаты. Поэтому есть с кем… Сейчас уже белым лицом китайцев не удивишь. Нужно быть квалифицированным специалистом и быть конкурентоспособным на рынке труда. То есть раньше так видят белый человек, как говорили, смотри… Да. Нет. Раньше ты белый человек и тебя просто могли нанять в компании. Ты бы там на ресепшене сидел, он тебе уже хорошие деньги платил, потому что ты престижный, потому что иностранец не работает. Сейчас уже… У меня буквально мы… На самом деле тоже записываем сейчас видео о китайстах, которые нестандартную профессию выбирают, не работают просто переводчиками или не уходят в логистику, чем-то интересным занимаются. Вот неделю назад я как раз встречалась со своей одногруппницей. Она работает в Alibaba, в головном офисе в Ханчжоу. И вот как раз она рассказывала, что сейчас… Дискаут какой-то может устроить? Она, кстати, в Aliexpress работает. Не знаю, мне не понравилось, но думаю, что мы можем попробовать. Так. Она большая умничка. Она управляет колл-центрами, которыми занимается customer support. Под ней 400 человек команда. То есть она очень талантливый управленец, но и с ней требует так же, как и с китайцем. То есть нет никаких послаблений. Давай, иди, напиши письмо на три иллюстра. А нет такого, чтобы как-то разрешить на работу надо было? Есть. Сейчас китайцы на самом деле ужесточают требования к иностранцам, которые приезжают. И знание языка, и уровень образования учитываются. То есть в апреле, по-моему, 1 апреля ввели целую шкалу. В зависимости от того, сколько ты баллов набираешь, тебе и визу дают на год, на два года. Но право на работу есть с этой визой? Да-да-да, это рабочая виза. А, хорошо. То есть рабочая виза на конкретно предприятие или она так вообще? На предприятие. То есть как у нас, как наша H1B. Ну, хорошо. Значит, понял. insiders.ru Chinainsiders.ru Chinainsiders.ru Да. Хорошо. Так, тут мы поняли. Значит, так упаковали. Теперь, давайте мы вот что сделаем. Давайте мы под нашим видео, вот этим видео, в комментариях, давайте мы, во-первых, будем задавать вопросы обоим гостям. Потому что ответить там, скажем, в комментариях Оля может из любой точки нашей планеты. То же самое, Вал. Но давайте, что бы вы хотели услышать вот конкретно с Валом в какой-нибудь очередной встрече, да, вот если наберется тем, как это хорошее. Потому что мне, например, трудно представить, какие идеи у кого возникают и где там сейчас зацепят. Вот, хотя на самом деле, господи, у вас же есть скайп. Конечно. Мы можем в скайпе всегда записать, да, мы же пишем в скайпе. Так что, в общем, давайте так, поблагодарим наших гостей. Потому что, я думаю, у нас так заковыристо получилось, так неожиданные гости, правда? У нас таких еще не было. Вот, и главное, чтобы так, не последний раз. Вот так мы на этом и закончим. Давайте мы всем так, двумя руками вот так вот помашем и скажем, пока. Вот так вот помашем и скажем, пока. 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 Пока.